Эфир канала РТВ продолжает международные новости. В студии Сергей Кения. Здравствуйте. Сейчас в мире. Полтора десятка тел погибших обнаружено на месте обстрела колонны беженцев в районе села Хрящеватая, недалеко от Луганска. Об этом заявил представитель СНБ Украины Андрей Лысенко. По его словам, поиски продолжаются. В Киеве уверены, что колонна была обстрелена пророссийскими сепаратистами из Градов. Ополченцы со своей стороны назвали обвинение украинских властей пропагандой, заявив, что не располагают боевыми возможностями для подобного удара. Тем временем все стороны, прямо или косвенно вовлеченные в конфликт, уверены, что для деэскалации напряженности на юго-востоке страны необходимы переговоры на высшем уровне. Насколько это реально, разбирался мой коллега Владимир Унанянц. Переговоры на высшем уровне. Следующий шаг в процессе урегулирования украинского кризиса. К такому мнению пришли, пообщавшись по телефону, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель. По мнению политиков, это логическое продолжение четырехсторонних переговоров главных дипломатов России, Германии, Франции и Украины в Берлине. Таким образом, подтверждается высказанное в прессе предположение о возможной скорой встрече Порошенко с российским президентом Владимиром Путиным, на которой будут обсуждаться условия прекращения конфликта. Впрочем, в Киеве ожидания далеко не радужные. «Насколько я понимаю, на данный момент российская сторона не готова взять на себя полную ответственность по обеспечению присутствия наблюдателей ОБСЕ эффективного контроля над украинско-российской границей. И самое главное, Москва не готова признать факты постоянного пересечения границы наемниками и военной техникой. И, конечно, факты обстрелов с российской территории. А это были основные пункты наших переговоров». Прогнозы по поводу скорых полномасштабных переговоров Порошенко и Путина появились в прессе еще несколько дней назад. В качестве посредника источники прочили председателя Еврокомиссии Жозе Мануэло Борозу, который в последнее время активно общается как с Путиным, так и с Порошенко. При этом некоторые наблюдатели заявляют, встреча российского украинского президента должна была состояться в минувшее воскресенье в Берлине, однако по каким-то причинам сорвалась. Хотя судьба украинского конфликта, вероятно, будет решаться без участия представителей сепаратистов, они выдвигают собственные условия, при которых готовы обсуждать перемирие с Киевом. «Мы открыты для любых переговоров, мы ждем предложений, мы ждем, если какие-то будут разумные предложения, понятно, не безусловно, сложить оружие или испечить закрытие границ, ну и все остальное. Это такого не будет никогда и такого даже не мечтают. Мы уже можем разговаривать о равноправных условиях, как равноправные партнеры. Они должны признать состоявшееся государство». Зато закончить затянувшийся украинский кризис, похоже, мечтают в Европе. Санкционная война очень негативно отражается на экономиках стран-членов ЕС, но изменить геополитический курс в Брюсселе просто так не могут. Слишком сильна пресловутая евроатлантическая солидарность. В результате руководство Евросоюза, видимо, решило перейти к осторожному зондированию почвы. Роль разведчика была возложена на президента Финляндии, 15 августа побывавшего с визитом в Сочи и переговорившего со своим российским коллегой. После прозвучали довольно миролюбивые высказывания Владимира Путина в Ялте, а затем последовала и долгожданная встреча в Берлине. Аналитики уверены, Брюссель больше не может позволить себе опасную неопределенность и намерен усадить Путина и Порошенко за стол переговоров. В Ситуации на востоке Украины обеспокоены в странах Балтии, поэтому в Латвии с нетерпением ждали визита канцлера Германии. Ангела Меркель приехала, но надежды не оправдала. В Риге рассчитывали получить от Еврокомиссии финансовую компенсацию последствий российского эмбарго на экспорт продуктов питания от НАТО военную помощь для защиты от потенциальной угрозы со стороны России. Однако Меркель дала понять, что в ближайшее время латвийцы ни денег, ни войной базы НАТО не получат, по крайней мере в желаемом объеме. На данный момент речь не идет о долгосрочном размещении военных, но наше сотрудничество можно укреплять и в других направлениях. Мы можем гарантировать, что в сложной ситуации Латвии будет оказана помощь. Канцлер ФРГ заявила, что Латвии необходимо более интенсивно проводить военные учения, а также укреплять военную инфраструктуру. Действия России в корне изменили обстановку в сфере европейской безопасности. Мы все должны приспособиться к новым условиям. И мы также должны дать четкий ответ. Во время нашего разговора с мадам Канцлер я вновь подчеркнула, что в Балтийском регионе необходимо постоянное присутствие союзных войск. Исламское государство обещает утопить Америку в крови. Боевики заявляют, если они будут нести потери в результате бомбовых ударов, наносимых авиацией США, то повсюду начнутся нападения на американцев. Джихадисты распространили в интернете видеообращение. Выглядит оно вот так, причем это только часть. Остальное показывать нельзя по этическим соображениям. Для пущей наглядности террористы продемонстрировали в кадре отрезанную голову условного американца. Как мы уже сообщали, выступая накануне, президент США Барак Обама подтвердил, что вооруженные силы США продолжат наносить точечные удары по позициям исламского халифата. Уже уничтожено более 90 целей, включая транспортные средства, технику и огневые точки боевиков. Но повторно размещать в Ираке крупный воинский контингент Вашингтон не намерен. А джихадисты, устроившие не одну резню в Ираке, вынудившие бежать в горы всех, кто не суннит шиитов, христиан, езидов, курдов, захватили в плен гражданина Японии. Причем произошло это на севере Сирии. Экстремисты еще в июне объявили халифат на захваченных в Ираке и Сирии территориях. Южная Корея готовится к вторжению северокорейцев и подготовка идет постоянно. Сегодня в Сеуле даже учились прятаться в метро на случай, если Пхеньян начнет бомбардировку или применит химическое оружие. Вместе с сотрудниками муниципалитета, правоохранителями и пожарными спасался во время учебной тревоги и премьер-министр Южной Кореи. Северная Корея продолжает провокации против нас. В этой ситуации учения очень важны. Мы можем моделировать возможные атаки и готовиться к ним. Венесуэла осталась без правительства второй раз за этот год. Кабмин добровольно в полном составе отправился в отставку. А это более 30 министров и около 110 их заместителей. За это бывшие чиновники получили от президента Николаса Мадуро благодарность. А вот вице-президент Венесуэлы Хорхе Ареас назвал отставку поступком настоящих революционеров. Теперь Мадуро должен реформировать правительство в рамках кампании по борьбе с коррупцией и повышению эффективности органов госуправления. Президент назвал происходящее революцией в революции, которая должна покончить с бюрократией. Ну что ж, на этом пока все. О развитии событий в следующем выпуске я не прощаюсь.